Ворон Мертвые вороны, да, я тут нелегко замечала их Он разбитый Дай какой-то знак и скажи что-нибудь Хорит Марка, а ты здесь? Я услышал, Марка Канал Табу искателей паранормального представляет Всем привет, друзья, с вами канал Табу Мы приехали в город Краснодар И сейчас находимся на кладбище В Сесвятском кладбище И мы идем к Марфе Ребята, если кто не помнит, мы здесь были 3 года назад У нас на канале есть 2 ролика с этого места И сегодня, спустя 3 года, мы вновь решили вернуться Но вернуться не одним С нами сегодня наша админа Всем привет Да, знакомьтесь, Игорек Я думаю, что вы все с ним знакомы По администрации наших чатов Телеграма, группа ВКонтакте Сегодня он нас сопровождает Мы вернулись Кстати, кто-то идет на кладбище Кстати говоря, в плане воронов Играчей Сегодня вроде бы как-то спокойно Вот, ребятки Могила Марфы В Сесвятское кладбище в городе Краснодар Это самое мистическое место данного города Мы неоднократно возвращались на Могилу Марфы И в этот раз мы взяли с собой Игоря Иванова Игорь Иванов, наш администратор Я это сказал в ролике И также он админ у нас на Ютубе Это кладбище, оно очень старое И там похоронено почти полтора миллиона человек Было очень интересно вернуться на данное кладбище с Игорем И провести еще несколько экспериментов Мы вернулись спустя три года, друзья Три года, ребятки, прошло, мы вернулись А, нет, подождите С другой стороны вход Кстати, скворечник, наносим Букет цветов огромный, ребятки, ставить сегодня Вот, смотрите, друзья, хотел сказать вам Здесь недавно повесили портрет неизвестной женщины Что лично я хочу сказать по поводу этого И, кстати, выношел это до поездки И сейчас скажу, ребятки Марфа, вот ее портрет Да, он разбитый Он разбитый Но в 2020 году, когда я готовил видео По поводу Марфы, я находил портрет, эту фотографию в интернете Которая была сюда вот прикручена И слава богу, ее сняли отсюда Этот портрет никак не относится к Марфе И более того, кто-то писал Это моя бабушка Зачем вы выложили фотографию моей бабушки? Поэтому, ребятки, тот портрет, который был И о котором писали в новостях Это не Марфа Турищева Марфы Турищевой фотографии настоящей нет Единственная фотография Это вот эта Да Вот, кстати говоря Тут до сих пор, по-моему, да, выцарапана Она жива Да Та же самая А здесь я вернулась Сейчас мы проведем здесь несколько экспериментов И тогда уже посмотрим, что получатся Кстати, цветы Прям большой букет Недавно писали Да Собачка, видимо, уже поранилась Вот это, где ты в горе Кстати говоря Вот это, что ли? Кто-то венопель, да? Кто-то ее... Кто-то... Подожди А, тут-то венопель Да Кто-то ее заложил Или... Подожди А там что лежит? Нет, 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 нет А что это за игрушка? Где? А вон Типа елочная, да? Моем маленький Вот эта дра Здесь лежал оговор И здесь кто-то проводил обряд Во-первых, это христианское кладбище Во-вторых, это место достаточно освещенное и людное В-третьих, то, что я хочу сказать После наших последних роликов Когда мы снимали три года назад У нас вышло на канале две серии с Марфой Эта могила стала достаточно знаменитой Вот И нам писали подписчики по поводу того, что там нашли Кто-то писал клад, кто-то говорил, что это был проведен обряд там на этом кладбище Там нашли в углублении могилы свертки, похожие на древние свитки И там были древние надписи Также там нашли человеческие зубы Нам об этом писали, нам об этом рассказывали Что я хочу сказать по поводу этого Скорее всего, там был проведен какой-то сатанинский обряд Так как на этом кладбище ранее орудовали многие сатанисты Там были преподношения в жертву каким-то богам Там проводили различные обряды и так далее То есть я думаю, что все-таки кто-то там проводил обряд Но очень зря человек, который туда полез, он это все нашел Почему? Потому что это категорически делать запрещено Если даже кто-то там оставил обряд Если там кто-то что-то проводил Ни в коем случае это голыми руками трогать нельзя Иначе вы просто-напросто заберете весь этот негатив с собой Того человека, на который проводился вот этот вот деструктив Но я хочу сразу сказать следующее Что мы исследователи паранормальных явлений Мы не поддерживаем сатанизм Мы не поддерживаем идею проведения христианских обрядов Мы люди, которые исследуют паранормальные явления В общем, ребят, мы кладем диктофон на могилу Марфы Сейчас мы будем записывать 5 минут тишины на диктофон Все, включаем запись и уходим Дай какой-то знак и скажи что-нибудь Любое предложение, любое слово Если ты здесь есть, дай нам знак Пиром Продолжение следует... 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 Да, да, здесь там было. Марфа, ты можешь нам ответить? Марфа, как ты отнеслась к тому, что тебе поменяли портрет? Марфа, скажи, пожалуйста, как ты отнеслась к тому, что тебе поменяли портрет? Это была не ты, правильно? Конечно, да. Скажи, пожалуйста, нашли ли тех людей, которые тебе поменяли портрет? Их искали. Их нашли? Марфа, скажи, пожалуйста, нам угрожает ли какая-нибудь опасность сейчас здесь? Марфа, ты сейчас рядом с нами? Ответ нам. Марфа, скажи нам, пожалуйста, здесь есть неупокоенные души на кладбище. Марфа, ты нас помнишь? Я услышал, Марфа, прям чё там тебе усыняет? Скажи, пожалуйста, это правда, что тебя здесь видели, твою чёрную тень? Как ты сидишь, Марфа? Никогда. Игорь. stretchy. там были ответы я кстати вот слышал мужской голос сказал марфа вот я блин я отвечаю прям четко сказал так окей мы разберем эти записи я буду разбирать очень долго и вот реально и уже когда их разберу будет уже более ясно более ясные ответы лёшка смог добыть нам данный спиртбокс который купить сейчас невозможно и мы впервые его протестили кстати все функции мне показали но покажу в дальнейшем он интересен но он немного сложнее чем старый спиртбокс когда вот мы проводили янс дф я почувствовал пронзительный холод на улице было тепло не было ветра я дед был я достаточно тепло я стою меня школа пронизывает ну я думаю что это макс я проявил таким образом итак марфа ответь нам еще раз ты здесь марфа скажи как ты относишься к тому что недавно нашли на твоей могиле марфа скажи на твоей могиле проводится какие-либо обряды марфа скажи почему плакал кто плакал кто был марфа скажи как ты относишься к тому и что твой портрет заменили на фотографию другой женщины ответь марфа скажи как ты относишься к тому что твой портрет заменили на чужую фотографию андрей все не хочет говорить ладно марфа мы отпускаем тебя спасибо за общение спасибо за общение так ребят марфа ответила на некоторые мои вопросы и некоторые вопросы для нее показались не то чтобы удивительными но в некоторых моментах она была шокирована отнеслась плохо потому она отнеслась плохо к некоторым моментам которые здесь на ее могиле происходили и ей это очень не понравилось ребят мы узнали сегодня то что на самом деле было это как на самом деле марфа к этому относится и относится она скажу так очень негативно к этому по большей части я скажу так что все что здесь происходило происходило не в очень хорошей форме и некоторые из этих вещей были не очень одобрительные то есть ей это не понравилось когда я включила спиритбокс и услышала первый ответ поначалу ощущений никаких не было то есть для меня это привычно уже вот так как я уже не первый раз с этим взаимодействую но потом когда я стояла на кладбище и задавала последующие вопросы то я почувствовала энергетически что во первых стало холодно во вторых я почувствовала что сзади меня как будто кто-то стоит и я почувствовала какую-то энергию ответы в гф также начали меняться впоследствии с теми ощущениями которые я испытывала очень было интересно слушать ответы вживую я слышал вот эти вот ответы опять же у меня был мороз по коже когда настя записала эгф через спиритбокс мы услышали такой ответ я к вам иду на тот момент мы это ответ не разобрали но когда я монтировал ролик я понял к чему был этот ответ я к вам иду в конце видео вы увидите призрака которого мы смогли зафиксировать ребята насти игорек идут вперед кстати говоря кстати говоря нифига себе крест вот этот крест меня привлёк и именно над ним был урб мы посмотрим кстати над головой игоря тоже был урб игорек как ваши ощущения самая главная нам надо разобрать эгф у меня была тревога когда я еще к вам ехал мало ли потом будет того мы встретим там вот а потом когда уже мы пошли на кладбище тревоги у меня не было когда подходили мы к марсе мурашки по коже бежали до оказаться вверху ночью на кладбище для меня это было новинку вот поэтому морозец по коже был бежал бежал так что-то у меня зарядка показывает вот так они ушли так они ушли ребятки короче ходим 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 магнитник по нулям что я хочу сказать самое важное это эгф и кстати говоря Настя может быть если понадобится мы сюда вернемся сегодня ребят на удивление так как полнолуние сегодня на этом кладбище я ничего не чувствую то есть я чувствую то что здесь очень спокойно наверное поэтому электромагнитник ничего не показывает в общем эгф по моему очень продуктивная получилась да там было много ответов там в какой-то момент марфа не хотела выходить на связь но впоследствии скажем так она вышла на связь и она дала очень интересные ответы на мои вопросы так ну в общем ладно пойдемте дальше куда мы выходим что там памятник варяется просто смотрите видите могильная плита плита да из нее посмотрите какое дерево выросло в общем короче ребят мы решили сделать обход небольшой по кладбищу и посмотреть что вообще здесь происходит а что это посмотри это маленькая надгробие совсем маленькая обалдеть ну-ка поднеси руку покажи людям по сравнению с твоей руки какая она ребят это как очень маленькое надгробие мне кажется здесь похоронен просто или недоношенный младенец какой-то или ребенок который родился мертвым но здесь имени не видно дата видна ну-ка видна? 87 в конце 3487 номер обалдеть могилка конечно уже все капец нифига себе я такого ни разу не видел ты видела вообще первый раз тут такого никогда в жизни не чувствуется что это маленький ребенок совсем маленький даже недоношенный скорее всего вы видите ребят какая она маленькая это жесть очень маленький ребенок скорее всего недоношенный угу на удивление здесь очень спокойно сегодня именно сегодня когда мы приходили сюда 3 года назад здесь было очень беспокойно здесь были грачи вороны и поднялся сильный ветер но сейчас просто напросто штирь скажем так да электромагнитник сколько там он ничего не показывает ничего да вообще пустота погребняк это Елизавета Александровна да старая могила уже 55 года умерла женщина очень старая вот это вообще очень старая тут даже уже могилой назвать нельзя скажем так потому что все уже обалдеть ворон мертвые вороны мертвые вороны я не замечала для меня это на самом деле не удивление ну это кстати вот в последнее время мертвых пицц очень много да мертвых пицц кстати возле могилы пойдемте еще один опять же возле могилы не где-то там а именно на кладбище прямо возле могилы куда мы идем вопрос куда мы идем крыло воронов оторвано причем еще одно крыло еще одно крыло нормальное удивление для этого кладбища растерзанный ворон покажись нам верить это 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 Какие-то скорости на ковидцам есть? Я тоже слышала. Какие-то скорости на ковидцам есть? Я тоже слышала. Покажись на камеру. Итак, ребятки, мы отсняли Марфу. Мы надеемся, что вам понравился ролик. Ставьте лайки. Ставьте лайк, если вы рады видеть Игорька. У него сегодня был дебют боевого крещения. Поэтому, ребят, спасибо, что были с нами. Спасибо вам за то, что вы нам помогли сюда приехать. И мы надеемся на вашу поддержку. Увидимся. До скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин